Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! По своей мне идти от дома минут 20, если не меньше. Можно тоже через парк ходить. Так вся жизнь моя около этого парка и крутится. Я люблю его всей душой. Часто выходим на пикники, на прогулки, а еще там множество фестивалей проходит. Это самый большой парк в городе. Однажды я вышла на работу пораньше, чтобы занести книгу в библиотеку. Пришла, поговорила с милой библиотекаршей. Посплетничали даже немножко и тут, и новые книги принесли. Я загорелась, сразу же взяла себе новую. Шла по парку, поняла, что еще есть немного времени, и можно начать читать новую книгу. Выбрала себе подходящую лавочку и присела. Книга была увлекательной, и я даже не сразу поняла, что ко мне кто-то приближается. Лишь со временем поняла, что в мою сторону движется что-то достаточно большое и громкое. Я не ошиблась. По парку неслась громкоговорящая девушка, килограмм на сто, наверное, больше, чем я. Девушка хохотала, говоря по телефону. Видимо, ее собеседник заявил ей что-то невероятно шокирующее, так как девушка с грохотом плюхнулась на скамейку около меня. Я торопела, но в виду сначала не подала, хотела приступить к дальнейшему чтению, но не тут-то было. Девушка стала радостно подскакивать на скамейке, требуя собеседницу Валю продолжить рассказ. И когда Валя, видимо, согласилась, девушка настолько радостно прыгнула на скамейке еще раз, что я услышала дикий хруст и подскочила, испугана с лавки, а девушка вместе с частью лавки упала вниз. Та начала крехтеть и бухтеть. Прибежал охранник, и около нас остановилось несколько человек и мамочки, что сидели на соседних лавках. Охранник скептически отнесся к версии девушки, что это я сломала лавку, когда с нее подскочила, и вообще, почему это она упала, а я нет. Смешно было такое слушать. Хорошо, хоть те слушатели, которые нас окружили, были еще и свидетелями. Охранник заставил девушку заплатить, а я просто пошла домой. Впредь, если замечаю, что приближающийся объект больших размеров, пересаживаюсь на другую лавку. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.